всем привет друзья я сегодня на рыбалке сегодня один вы меня ругаете что я с малышом прихожу морожием у лапы поэтому сегодня я один кстати уже третье место меняю в одном месте там пробовал наки дальше далеко отъехал и вот здесь поймал первую рыбину неплохая только забросил прям буквально пять минут и вытащил надеется что будет клювать может одна она может не ну посмотрим на малышом я погулял всем утра ушли с ним погуляли на минут сорок вокруг дома там прошлись по полю у нас и все я поехал мороз кстати ну хорошо на час от ветра нет час вот даже руки от не мерз и хорошо и нравится такая погода вот тут мило вчера мило сырость какой-то все таяла сейчас вот нормально все и только балдей вообще красота планшет плевал сейчас попробую здесь нет переборю туда подальше будем искать лунки ну пока вот меня уже надежда есть уже что-то в лесочке спустим метр полтора так попробуем подальше чуть-чуть кто-то есть вот такая хорошая просто фигарная вот это шип вот это шип Вот это вот уже поинтереснее посмотреть, какая крупняка. Вот это вот. Нет, нет, проплывет. Нет, нет, нет. Нет, нет. 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 Во-不管 punt Michelin empre Aufgabe. 3-ая рыбка. Теперь смотрите, берем сюда, добавляем соли по желанию. Сколько вам надо соль на это количество. Я все делаю на глаз. Мне как-то все это ну я многос не сыплю, потому что вот все, хватит этого. Не люблю соленые вообще ничего сильного. Теперь смотреть дальше. У меня есть розмарин, вот, там чуть-чуть у меня его осталось. Его много не надо, его чуть-чуть, потому что его много если насыпешь, он, наоборот, портит, я заметил. Это просто здесь остаток есть, вот его и хватит. Можно, конечно, любую приправу для рыбы какую-то. А я у меня, видите, вот, курочка, сочная курочка для курицы. Нормальная приправа, она просто приправа обыкновенная. Я также ее добавляю, получается еще вкуснее. Вот, добавляем вот так. Ничего она не испортит, будет еще вкуснее. Попробуйте, я так уже пробовал, нормально получается. Не обязательно прямо, именно для рыбы. Пойдет любая. Ну, еще чуть-чуть. Все. Теперь вот так перемешиваем, чтобы она пропиталась. Может, несколько раз так. И убираем пока просто куда-нибудь, хоть в холодильник, хоть куда-то. Ну, я уберу сейчас в холодильник, потому что я буду к вечеру жарить ее. Вот сейчас ее-то увидите, конечно. Попозже буду жарить. Ну, часа два, чтобы она хоть постояла маленько, пропиталась приправкой, мне солькой чуть-чуть. Сама рыба. И все. Муку я потом уже, ну, я буду не в муке делать, а в сухарях. Мне в сухарях больше нравится. И уже я ничего не солю, ничего. Просто все как есть, вот оно все. Все, ребят, знаете, какой приятный запах вот этой приправы, которая куриная? Очень приятный запах. И все. Чтобы она попала во все это щелочки приправка. Ну, все, сковородка накалилась. Берем рыбку. Ну, вот где мы сегодня поймали гусера, вот хвостик. Видите, какой хвостик. Теперь хорошенько его промакиваем вот так в сухариках. Чтобы туда тоже попали сухарики. Промежду этих щелочек. Да, будет супер. Вот так, просолили, промокали, вернее. И на сковородочку. Эх, ха. Ширай, надо газ убавить сейчас, ладно. Ну, короче, так вот всю рыбу. Я так и всегда делаю, мне нравится очень. Их, вода попала на сковородку. Стреляет. Стреляет. Стреляет, обдува. Вкуснейшая. И, хорошо. Я даю, знаете, я даже холодную люблю, с удовольствием ее есть. Когда она прям с холодильника застаешь, не разогревая. Она такая плотненькая. Ее есть, в кости вообще не чувствуется. Тогда так иногда уж, когда на другой день остается, допустим. О, ну, сейчас так все выложу и выжарить. Ну, я все равно накрываю крышкой, чтобы она там как бы лучше прожаривалась. Так вот, на небольшом огне таком. Сначала даю корочку, а потом убавляю газ. И жарим. Ну, все, друзья, делов-то. Вот и готова наша рыбка. Даже икорка попалась. Вот такая вкуснятина, запах приятный. Ну, скажите, жареная, вредно-жареная. Знаете, как моя прабабушка говорила? Правда, я ни разу не видел ее в жизни. Говорила, ешь, пока живот свежь. Так что, если ничего не болит, можно есть. А, заболит оно и так заболит. Так что ничего страшного. Вот такая красота получилась. Все очень просто и вкусно. Ну что, надо попробовать. Всегда мечтал так сделать. Открыть бутылку с зубами. Как в фильме показывают. Знаете, так мушкетеры едут на лошадях. Раз. Пух. И ааа, пора, пора, порадуемся. Кстати, вино у меня, ребята, это свое. Виноградный. Сам делал. И в этом году у меня получилось оно. Я уже много-много вино делаю лет. Как только не делаю. Ну, по мне, если оно не нравится. Всем нравится, но мне как-то всегда что-то не нравится. Вот это вот получилось очень хорошее. Посмотрите, какое красивое. Видите, какое прям прозрачное, красивое. В голову бьет. Вот выпиваешь. Не то, что в голову, но приятно так. В ноги дает вообще. Ну, такое. Тут два винограда. Один я в Саратове брал у деда. А второй из Абелла. Вот такое венцо. У меня таких бутылок, ну, штук 10, наверное, есть. Ну, не так много, но хватит нам на праздники. Ну, что, ребята, надо под рыбку. Заслужил я сегодня. Фух. Будем здоровы, друзья. За ваше здоровье. Ой. Вкусная, хорошая. Смотрите, какая рыбка прожарилась. Ах. Вот вам и сапа, ребят. Смотрите, какая. Просто красота. Конечно, рыбку надо уметь есть. И не разговаривать. Потому что кости есть кости. А получилось, ребята, отлично. Все, ребят, мы будем ужинать сейчас. Ммм, красота. Я вам скажу, красота. В сухарях мне очень нравится. Кости здесь, конечно, попадаются вот. Но не скажу, что прям так уж сильно. Вкусно. Ну, все, друзья, всем пока. До скорых встреч. А плавнички вообще, ребята, это сказка. Вы говорите, если отрезать надо. Ни в коем случае. Это же деликатес. Это же как чипсы. Даже вкуснее. Аплодисменты. Продолжение следует... Продолжение следует...